Ника Сафронов – личность медийная, эпатажная и окутанная невообразимыми мифами. Разгадать их пытаются многие, но смогут только те, кто очень хорошо знаком с его творчеством. Человек из телевизора привез свои картины в Чебоксары. И все зрители, которые часто смотрят телевизор, с удовольствием пришли в наш музей. Мы даже рады, что эта выставка состоялась у нас, потому что, наверное, те, кто не был много лет, а может быть даже никогда не был в нашем музее, и они все-таки его посетили. И благодаря тому, что они посетили выставку Ника Сафронова, они посмотрели и другие выставки нашего музея. Ну и вообще нам приятно, что самый главный медийный романтик и мифотворец нашей современности Ника Сафронов все-таки приехал в Чебоксары, хотя бы пока со своими картинами. Заслужившие внимания миллионов работы мастера до Чебоксара выставлялись в Красноярске, Томске, Омске, Барнауле, Казани и Набережных Челнах, неизменно вызывая восторг зрителей. На выставках можно посмотреть интересный фильм о художнике. Интересно посмотреть, за что же люди платят миллионы, потому что я слышала, что картины Никаса висят у Мадонны и у других звезд. Уникальность выставки в том, что в нее вошли картины, написанные в разных направлениях. Среди них работы в символизме, в авторском стиле Dream Vision, что переводится как «Видение мечты». Он просто наш современник и наш земляк. И эта выставка не первая в Чебоксарах. Она несколько лет тому назад выставлялся, он в галерее на северо-западе. Мы были, там несколько другая тематика этих картин была. Ну вот любопытство нас приводит. Авторские переводы художников эпохи Возрождения вызывают особый интерес. Через образы любимых питомцев своей сестры, Никас Сафронов передают характеры и нравы людей. Снова и снова, подкидывая наблюдателю поводы для размышлений. Вот кошечки смотрим там, да. Может быть просто если отдельно кошечек он нарисовал бы, да, и никто бы это и не воспринял не так. А когда он нарисовал эти кошечки вот в этих старинных одеждах, и причем мы смотрим, да, кошечка как нарисована, а ткань как нарисована. Это прям ткань, как будто она вот настоящая. Ее хочется потрогать, пощупать, как будто это шелк или еще что-то. В хитросплетениях реального и выдуманного запечатлено обнаженное стремление к познанию жизни самого мастера. Истина до боли знакомая, но ускользающая из виду действует как гипноз. Цепляют взгляды таких знаменитостей, как королева Елизавета II, Софи Лорен, Аллен Делон, Жан-Поль, Бельмондо, Мансеррат Кабалье, Мадонна, творец вопреки всем мифам, создают работы, которых не выразить в денежном эквиваленте. Стоимость посещения выставки довольно символична. 300 рублей за сеанс. И часть средств, вырученных от продажи картин, будут переданы в фонд поддержки нуждающихся детей. Приобщиться к творчеству признанного художника можно будет до 18 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова